итак сегодня хочу показать вам одни из очень интересных элементов работы над крюком итак перед нами ручка на лентах ручка которая показывала в предыдущих фильмах устанавливаем угол атаки приблизительно к столу 10-15 градусов посмотрите внимательно как я беру эту ручку я ее беру таким образом лучше покажу на левой руке что она у нас проходит как бы линия средняя от сустава указательного пальца до косточки косточки предплечья нижней косточки предплечья вот таким образом и теперь смотрите это типичное упражнение на нижнюю часть пальцев то есть на вот этих практически два ну естественно вот этот палец тоже этот он только фиксирует ручку ну на него никакого нету практически усилия вот я могу делать это практически с этим пальцем как бы отопырив его заворачиваю на пальцы нижние то есть в этом упражнении у нас рудная клетка работает как стабилизирующий как стабилизатор она только придерживает локоть мы не пересываем мы работаем только исключительно кистью несколько и подворачиваем вниз и так это упражнение было на работу нижних пальцев прежде всего пальцев кисти но не работа на бицепс когда мне задают вопросы на на моем блоге я вот делаю например на регулированным блоком стягиваю все в бок делаю так делаю так делаю так скажем так что стягивание в бок на такой и другой ручки невозможно объяснить описывая это без каких-то картинок фотографий а прежде всего фильм смотрите тот же самый угол атаки ручку берем уже ровно что мы выполняем мы выполняем кисть и загружаем предплечье внутреннюю сторону предплечье это совершенно другое упражнение поверьте мне если это назову одним и тем самым словом предыдущие упражнения это я буду совершенно не точен дальше смотрим меняем угол атаки приблизительно на 45 градусов что этой ручкой можем сделать можем сделать вот это что мы делаем мы делаем кисть и напрягаем трицепс естественно работает у нас тоже предплечье но прежде всего мы тоже подключаем и в этом упражнение трицепс поэтому когда мы говорим что какие у нас слабые места мы должны эти места четко выявить и четко сказать что нам нужно смотрите это упражнение выполняем так что кист заворачивается вниз под себя не под не на себя а вниз под себя тем самым мы прижимаем в последней фазе несколько трицепсом так что это вот три элемента только на вот вот этой ручке и скажу я вам что далеко это не все упражнения которые можно выполнить говоря об этом упражнении или описывая это упражнение как работа с ручком на блоке и естественно выполнять упражнение на себя еще одно упражнение на себя меняем угол атаки параллельно столу то есть без всякого угла выполняем это упражнение вот таким образом что мы делаем мы снова загружаем кисть предплечье подтягиваем широчайший и включаем бицепс то есть это упражнение поменяли несколько модифицировали это упражнение и уже совершенно другие мысли работают совершенно другие партии включаются чем в предыдущих упражнениях еще раз показываю вам чтобы вам было видно смотрите то же самое упражнение натягиваем его на себя то же самое кисть кисть предплечье широчайшая и естественно бицепс вот вам четыре упражнения практически с одним названием если кто-то скажет мне что я вот делаю на регулировочном блоке стягиваю там ручку на себя 5 по 6 30 по 8 и тому подобное ребята четко нужно знать что вам нужно выполнять какие упражнения вам необходимы и при этом очень важно хочу вам всем еще раз сказать что мои тренировки или мои фильмы они являются только исключительно материалом для того чтобы вы сами думали что вам нужно почему потому что в противном случае я как врач могу воспринять в вашем клубе сказать вам показать вам что вам нужно обратить внимание на ваши ошибки но не более того понимаете не более того на расстояние написать вам какие-то глупости но это не моим стиле поэтому постарайтесь смотреть на мои упражнения естественно у нас будут упражнения еще и подверг и дополнительные упражнения на пальцы и какие-то упражнения будем делать специалистические упражнения на широчайшей спины на грудную клетку обращайте на то все внимание и я думаю что вы сами найдете для себя ответ смотря мои фильмы стройте эмэром а эмэгр